Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги царств, второй книги царей, и мы будем читать 16 главу этой книги. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мем-Вивасфея, с парой навьючных ослов и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смокв и мех сведом. Сива — это тот самый слуга Амми-Вивасфея, который был Амми-Васфей, сын Инофана, друга Давида. И этот Амми-Васфей был известен тем, что он хромал на две ноги. И Давид позаботился о нем, восстановил его статус Амми-Васфея и поручил его слуге Сиве всячески заботиться о своем господине. И вот Сива услышал, что Давид в гонении, и он навьючил ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смокв и мех свином. И сказал царь Сиве, для чего это у тебя? И отвечал Сива, ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отроком, а вино для питья ослабевшим в пустыне. Вино в те времена не употребляли так, как вино употребляют теперь. Вино в древние времена обязательно смешивали с водою и чаще с горячей, кипяченой водою. И в древних монастырских обителях до сих пор существует такой обычай. Если какой-то монах впадает в уныние, для него делают красавулю. Это половина ковша вина и половина кипятку. Человек выпивает, и ему на сердце становится легко. Как сказано, вино веселит сердце человека. И более того, греки считали, что пить вино в чистом виде, не смешивая с водою, это дикое варварство. «И сказал царь, где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю, вот он остался в Иерусалиме и говорит, «Теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал царь Сиве, «Вот тебе все, что у Миме Васфея». То есть Давид позаботился о Миме Васфее во имя Инофана, а тот уже радуется, что Давид покидает Иерусалим и надеется, что все теперь вернется к нему. И отвечал Сива, поклонившись, «Добрету милость в глаза господина моего царя». Далее. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, то есть злословил Давида и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида». Есть предание, что вот этот Семей, это был великий знаток закона Божия, который в детстве обучал даже самого Давида заповедям Бога. Но когда Давид уклонился в грех блуда, а потом и убийство, Семей стал требовать смертной казни для Давида по закону Божию. При Любодеи надо побить камнями, а если кто убил другого человека, тоже надо побить камнями. Дважды надо побить камнями Давида. И этот Семей, сын Геры, да, он из дома Саула, но он ведет себя так, потому что он уверен, закон Божий на его стороне. Он вообще удивился, почему Давида не побили камнями, когда он взял к себе чужую жену. Да, Давид царь, ну и что, перед законом Божиим все равны. Его не побили камнями вовремя, как рассуждает Семей, и получилось убийство мужа этой женщины. И теперь, когда Давид бежит, Семей спешит выполнить приговор Божий, законы Божия. Он бросается на Давида, он проклинает его, он кидает камни. А что значит проклинает? Он произносит те самые слова, которые описаны в книге Второзакония, когда евреи входили в землю обитованную, они проходили между двух гор. Это гора Геваль, гора проклятия, и гора Горизим, гора благословения. И с одной горы благословения произносились благословения, а с другой горы проклятия произносились проклятия. Проклят предубодей, проклят убийца. И этот Семей ведет себя в соответствии с законом Бога. Для него нету разницы, что это царь, тем более, если он царь, он должен являть пример исполнения Божьего закона. И он бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида, а на них-то за что? А за то, что они не побивают камнями Давида. Ведь он прелюбодей, убийца. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Он ехал в окружение серьезных воинов. Точнее, шел пешком. Но здесь и ослицы появились, которых сивы привез. Так говорил Семей, злословие его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Вот так бесстрашно ведет себя этот человек, который понимает, что на его стороне закон Божий. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. А почему он не говорит убийца и прелюбодей? Потому что в еврейском народе считается, что так как обвинения в блуде наиболее часто встречаются в обществе, надо стараться слух никогда такие обвинения не произносить. Этой точке зрения придерживается апостол Павел, когда пишет, что о некоторых грехах они даже не должны именоваться среди нас. Поэтому он обобщает. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. Вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Тут припомнил ему и свою близость к дому Саула. Но предание устанавливает, что вот это его действие было законное. Вот он имел право так себя вести. Потому что закон Божий настаивает на том, что мы должны быть нелицеприятны. Там царь согрешает, или пастух, или кто-то еще. И сказал Авеса, один из воинов могучих, «Сын Соруин царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». Такое человеческое негодование. Но Давид учился у Сымея, сына Геры, как у знатока Торы. Он для него был цадик, праведник. А Давид был его ученик, Талмид. А Авеса, кто это? Крепкий человек. Накачанный человек. Но он не знаток закона Божия. Он не знает, что можно делать, что нельзя. В Библии о таких людях говорится, правую руку не может отличить от левой. Ну что говорить? И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Соруины, оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». Откуда Давид знает, что Господь повелел этому Сымею злословить его? Такое, законе Божьем сказано. «Если человек согрешает, а ты не обличаешь его, то кровь его на тебе». Или, может быть, даже было прямое указание этому человеку. «Оставь его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». Помяни Господи царя Давида. И все круто всего. В самый тяжелый момент в своей жизни он, преданный сыном, изгоняемый из Иерусалима, оставлен Божьей защитой и Божьим попечением. Помните слова его молитвы? «Многие глаголют о душе моей не сьему спасение в Боге его». Все были уверены, что Давид заслужил побиение камнями, этого изгнания из Иерусалима, изгнания, это еще легкое наказание, еще слегка отделался, а так надо побить ворот города. Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Сам Бог повелел Сомею, этому бесстрашному, преподавателю закону Божия вести себя так. «И сказал Давид о Весе и всем слугам своим, вот, если мой сын, который вышел из чесел моих, ищет души моей, тем более сын Вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему». Надо злословить убийцу, царю, принц, президент, князь, неважно. Господь повелел злословить распутника, и неважно, кто он. может быть, Господь призрит на унижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид, и люди его своим путем, а Семей шел по крайней горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. То есть, он просто начал побивать камнями царя. Но это человек в возрасте, он не может довести эту казнь до конца. «И пришел царь, и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там». То есть, они дошли до определенного места, и там они сделали лагерь. «Когда твой родной сын против тебя, когда народ твой разделился, часть за тебя не самые умные люди, часть против тебя, у них есть основания в заповедях божьих гнать тебя. Давиду было тяжело, нравственно, морально. В этот момент он смог опять оценить начало своего падения, полез на крышу помолиться, петь псалмы, а там водичка хлюпала, взял чужую жену. Теперь он потерял даже Иерусалим. А Весолом же и весь народ израильский пришел в Иерусалим. Однажды Антихрист войдет в этот город открыто, и Ахитофаэл с ним, когда Хусий, архитянин, друг Давидов, пришел к Весолому, то сказал Хусий о Весолому, доживет царь, доживет царь. И сказал Авесолом Хусию, таково-то усердие твое к твоему другу. Но Авесолом знал, что он друг Давида. И вдруг такой перевертыш. Но Авесолом сам перевертыш. И он с пониманием отнесется. Отчего ты не пошел с другом твоим, спрашивает Авесолом. И сказал Хусий Авесолому, нет, я пойду вслед того, кого избрал Господь и этот народ, весь Израиль, с тем и я и с ним останусь. Действительно, победители пишут историю сами. И обычно, когда смена власти, смена династии или политической партии, очень много таких людей, которые очень быстро меняют свою политическую ориентацию, становятся под другие знамена. Мы видели, когда рушился вот этот коммунистический режим, как быстро многие поспешили стать демократами, а некоторые поспешили объявить себя христианами, православными. А во дни антигриста многие поспешат отрекаться от Христа. И сказал Хусий Авесолому, нет, я пойду вслед того, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну ли его, как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе. И сказал Авесолом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать. Ахитофел это образ злонамеренного советчика. Все советы Ахитофела это дьявольские советы. Это как бы дух сатаны, который будет руководить антихристом. И Хусей и направлен в стан Авесолома для того, чтобы расстроить советы Ахитофела. Потому что если бы Авесолом действовал по советам Ахитофела, Давид погиб бы. И сказал Авесолому «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего и укрепятся руки всех, которые с тобою». Почему Ахитофел требует такого действия? А конфликты между отцом и сыном завтра они встретятся, разрыдаются, падут в объятии друг друга, помирятся, а как же будут разбираться с простыми-то людьми. А если поставить шатер на крыше дома, на той самой крыше, где Давид хотел играть на арфе, крыша для забав царских, а Авесолом днем открыто войдет в шатер, как бы надругаться над ними, отец ему это уже никогда не простится. И тогда люди будут более уверены, что битва будет до конца. Отец с сыном окончательно расстроили отношения, примирение невозможно. И опять та же крыша. В духовной жизни не бывает никаких мелочей. Прежде содеянные грехи все время пытаются настигнуть нас и нанести предательский удар в спину. И укрепятся руки всех, которые с тобою, то есть никто не будет сомневаться. И поставили для Авесолома палатку на кровли. Здесь не уточняется, какая кровля, но мы уже про дно читали. И по правилу библейского текста, если мы хотим понять какое-то событие, мы вспоминаем, а где уже об этом говорилось. А мы знаем, где. И поставили для Авесолома палатку на кровле, и вошел Авесолом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Давид грешил ночью, Авесолом входит в шатер блуда днем на глазах народа. Это было предсказано пророками. Советы же Ахитофелла, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога, вот так дьявол будет руководить Антихристом. Таков был всякий совет Ахитофелла, как для Давида, так и для Авесолома. То есть это было крайне неприятно для Давида и это было крайне выгодно для Авесолома. Клин между отцом и сыном расширяется, становится все более и более огромным. отцом отцом Продолжение следует...